Вот такие домики у нас мы построили, под которыми улиточка живет днем. Эта улиточная ферма первая в Хабаровском крае и пока единственная. Разведением сухопутных моллюсков супруги Габа занялись полгода назад. Сначала выписали партию специальных улиток Мюллер – 140 штук. Сейчас их точное количество неизвестно, но общий вес уже достиг тонны. Я знаю на западе России, к примеру, люди. Им эта культура пищевая по душе, и мы захотели попробовать это здесь реализовать. Ферма огоражена, чтобы улитки не расползлись, и защищена сеткой от нападения птиц. Зимуют моллюски в теплице, питаются же в основном травой. Но их рацион дополняет витаминными добавками и поет чистой водой. Вот тут организована система полива. Вечером это все поливается. Кормим специальным комбикормом. Один раз вечером. Урожай собирает, когда улитка достигает 4-6 сантиметров в диаметре. Это считается идеальным размером для приготовления деликатеса. Прежде чем подавать моллюсков на стол, их пять дней не кормят. Только поливают водой. Владельцы фермы говорят, что съедобна не только улитка, но и ее икра. Раз в полгода Мюллер в почву откладывает до 120 икринок. Гурманы это лакомство называют жемчугом афродиты. Она очень имеет такой вкус специфический, древесно-трюфельный. То есть он не похож ни на одну икру, ни с какой рыбой его нельзя сравнить. Но икра дороже черной в два раза. Ценным считается и муцин улитки – слизь, которую она выделяет. Это кладезь полезных веществ, которые используют в косметологии. С помощью муцина моллюск может восстановить свою раковину, если она вдруг повредится. Люди же ценят его омолаживающие свойства. После бани каждый день, нам по 56 лет, мы каждый день идем после бани и мажемся, так сказать, это все полезно. Фермеры Габа считают, что у их бизнеса большие перспективы в регионе. К следующему лету они планируют утроить число улиток, что позволит заключить контракты с местными ресторанами. Пока же они открыли свою ферму для туристов. Кроме экскурсии, для самых смелых организуют и дегустацию.